Вопрос о том, как купать новорожденного ребенка первый раз дома, часто поднимается на приемах. Первый и главный совет, до тех пор, пока не отпал пуповинный остаток и не зажила пупочная ранка, ребенка желательно не купать. Подмывать можно и нужно, а вот купание, которое намочит пуповинный остаток, желательно отложить. На сегодняшний день принято вести пуповинный остаток сухим способом, без обработки чем бы то ни было. Он потихоньку засохнет и самостоятельно отпадет. И вот для того, чтобы пуповинный остаток засох, нужно его не мочить, что при купании сделать просто невозможно. Если в вашем доме центральный водопровод или вода, которую можно пить прямо из крана, то кипятить такую воду не нужно. Основная задача кипячения – это сделать воду бактериологически безопасной. Это основная профилактика амфолита – бактериального воспаления дна пупочной ранки. Где купать ребенка? Большая ванна или маленькая? Это вопрос удобства. Большую ванну достаточно вымыть и набрать в нее водопроводную воду. Иногда родителям проще купать новорожденного в ванночке в первый раз. Просто потому, что объем ее меньше, набирать воду быстрее, ее можно поставить на подставку и не нужно глубоко наклоняться над ванной. Спина таким образом устает меньше. Никакой медицинской проблемы в купании малыша в большой ванне я не вижу. Какой должна быть температура купания? Обычно рекомендуют температуру воды 36-37 градусов. Малыши быстро перегреваются, поэтому более горячая вода не нужна. Более холодная вода также некомфортна для купания новорожденного ребенка первый раз после роддома. С возрастом можно немного снижать температуру воды для купания малыша. Сколько по времени купать ребенка? Это зависит от комфорта малыша. Некоторые детки не любят водные процедуры, другие наоборот. Более 10-15 минут необходимости в купании новорожденного ребенка нет. Если малыш негативно реагирует на купание, то делайте их более редкими и непродолжительными. Нужно купать ребенка утром, днем или вечером, ежедневно или раз в неделю. Можно купать ребенка тогда, когда ему и вам комфортно. Некоторых детей купание успокаивает, тогда его можно включить в ритуал укладывания. Других детей наоборот купание возбуждает. В таком случае лучше купать ребенка утром или дню. Насчет ежедневного купания нет однозначного мнения. К сожалению, помимо безопасности водопроводная вода обладает одним неприятным качеством – она достаточно жесткая. Жесткая водопроводная вода – это повышенное содержание карбоната кальция, увеличивает риск развития атопического дерматита у детей. Популяционное исследование, проведенное в Великобритании с участием 1300 трехмесячных младенцев, показало, что жесткая вода может повысить риск развития атопического дерматита в раннем возрасте. В этом исследовании высокий уровень карбоната кальция, но не хлора. Водопроводной воде был связан с почти удвоенным риском видимого атопического дерматита по сравнению с водой с низким содержанием карбоната кальция. Поэтому необходимости в ежедневном купании новорожденного дома я не вижу. Вполне достаточно ежедневных гигиенических подбываний. А купать ванночки можно два раза в неделю. Нужно ли закрывать ребенку уши? Можно ли погружать их в воду? Уши погружать в воду можно. Необходимости их закрывать при этом нет. Между наружным слуховым проходом и средним ухом есть барабанная перепонка, которая в норме непроницаема для воды. Поэтому при попадании в наружный слуховой проход вода впоследствии самостоятельно выльется. После купания малыша можно сначала повернуть на один бок, а затем на другой. Чем мыть ребенка? В большинстве случаев достаточно просто водой. Если по какой-то причине необходимо мыло, то лучше если это будет мягкий гель для душа или масло для душа для чувствительной кожи. Все эти средства разрешены с рождения и в большинстве случаев продаются в аптеках. В них нет консервантов, парабенов, ароматизаторов и красителей. Они не сушат кожу и подходят деткам с чувствительной, сухой и атопичной кожей.